Бифштекс Любое живое существо Нуждается в пище Но разным животным нравятся совершенно разные вещи Очень интересно разобраться Что они любят есть И как добывают себе пропитание Создатель наделил свои творения Бесконечно разнообразными пристрастиями и вкусами Бесконечно разнообразны и способы добычи пищи Пищи, без которой невозможна никакая жизнь На первый взгляд не отличишь Где у этого создания голова, а где хвост Это муравьед Само название этого животного выдает его гастрономические пристрастия Муравьед ест муравьев и термитов Длинные, острые как бритва когти Не очень удобные для ходьбы по земле Но когти муравьеда Прекрасное орудие для добывания пищи Муравьед вскрывает старые и сохшие стволы деревьев и пни И достает оттуда термитов Никакое другое животное не способно так ловко доставать насекомых из узких щелей и ходов Спрятанных в глубине ствола У муравьеда имеется для этой цели и другое прекрасное орудие Длинный, гибкий и липкий язык Когда муравьед погружает свой язык в толщу термитника Насекомые прилипают к нему Остается только втянуть язык обратно и проглотить лакомую пищу На шерсти муравьеда необычные пятна Напоминающие подтяжки Но у муравьеда, конечно, нет штанов Это просто украшение Сильный, цепкий хвост помогает муравьеду взбираться на деревья Там, наверху, тоже можно отлично пообедать Муравьед – удивительное животное Прекрасно приспособленное для добычи насекомых Уже много лет ученым известно о таинственной способности гремучих змей Охотиться в полной темноте Как это им удается? Гремучая змея имеет, так сказать, две пары глаз Органы, позволяющие видеть в темноте Спрятаны в особых углублениях по обеим сторонам головы змеи Большой вклад в изучение этого странного явления природы Внесли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Доктор Рэймонд Коулс и доктор Теодор Буллок В своих исследованиях они пользовались интересным, единственным в своем роде методом Прежде всего, доктор Коулс выдаивает змеиный яд Затем доктор Буллок делает змее укол И она погружается в сон Глаза змеи закрыты так, чтобы она не могла видеть света К нервным окончаниям органов, находящихся в углублениях на голове змеи Присоединены платиновые электроды Благодаря этому ученые могут воспринимать сигналы, поступающие из мозга змеи Сигналы эти усиливаются и поступают в громкоговоритель Кроме того, они графически записываются специальным устройством Смотрите, змея явно возбуждена приближением человеческой руки Но как она догадывается о приближении добычи? Ведь ее глаза закрыты Именно вторая пара глаз, находящихся в головных углублениях Позволяет ей воспринимать невидимые инфракрасные лучи, исходящие от теплой руки Но гремучая змея нисколько не интересуется куском льда Почему? Потому что холодный предмет мертв, а значит и не годится в пищу Зажженная спичка перед головой змеи Это мощное инфракрасное излучение Записывающее устройство показывает внезапную и сильную реакцию змеи Теплопоглощающее стекло не пропускает инфракрасные лучи И змея перестает реагировать Змея, видящая во тьме Ночной хищник пустынь и горных склонов Удивительное создание, приспособленное к охоте и поиску пищи во мраке ночи Океан Микроскопические плавающие растения и животные тоже превосходная пища Некоторые морские животные обладают особыми органами и приспособлениями для процеживания воды И отлова этих мельчайших созданий Вот, например, усоногие рачки, живущие в раковинах Вам, наверное, случалось видеть прибрежные скалы, покрытые такими раковинами Рачки живут на одном месте, прикрепляясь к скале кожистым выростом Который почему-то называют гусиной шеей Само животное прячется внутри защищающей его раковины Когда волны прилива заливают колонии рачков, раковины открываются Тонкими и разветвленными ногами, напоминающими перья Рачки ловят свою микроскопическую добычу, как рыболовными сетями После чего рачок втягивает свои ноги или усики, как их называют зоологи И поглощает свою добычу Бог позаботился и об этом маленьком рачке Чтобы он таким уникальным способом мог добывать себе пищу Случалось ли вам видеть плюющуюся рыбу? Ее называют рыбой-стрелком И у нее есть все основания плеваться Это ее способ охоты Рыба выпускает изо рта струю воды И поток увлекает добычу прямо в пасть охотника Рыба-стрелок редко промахивается Это удивительно, если иметь в виду, что ей приходится делать поправку на искажение изображения Рефракцию, возникающую из-за того, что рыба видит из-под воды насекомое, находящееся над поверхностью воды В условиях преломления света не так-то просто добиться точности попадания Кажется невероятным, чтобы рыба была способна выполнить все сложнейшие вычисления, необходимые для поражения цели И причем во мгновение ока Но рыба-стрелок справляется с этой задачей раз за разом, день за днем И этой рыбе создатель даровал особые способности Навыки, позволяющие добывать, казалось бы, недостижимую пищу Хамелеон Единственное в мире животное, способное ловить добычу на расстоянии, превышающем длину его тела Оставаясь при этом в неподвижности и действуя только языком Глаза хамелеона устроены необыкновенно При внимательном рассмотрении оказывается, что глаза хамелеона вращаются наподобие телескопа Во все стороны, причем один глаз вращается совершенно независимо от другого Один глаз следит, не приближается ли враг В то время как другой ищет, чего бы поесть Когда хамелеон замечает добычу, глаза могут работать вместе Таким образом улучшается точность попадания языком Кожа хамелеона тоже устроена уникально Она не только защищает животное, но и обладает способностью мгновенно изменять расцветку благодаря особому устройству клеток Эти детеныши хамелеона всего несколько часов назад увидели свет И они уже используют все удивительные орудия, дарованные им создателем Маленькие вращающиеся глаза, ноги, длинные цепки, как лосо язык и хвост Представьте, что вы родились всего несколько часов назад И вам уже приходится проделывать все это Но маленькие хамелеоны чувствуют себя превосходно Они уже освоились со своей чудесной новой жизнью Им не нужны ни ползунки, ни коляски, ни соски Когда хамелеон голоден, он сам заботится о себе Кузнечик кажется огромным по сравнению с малышом-хамелеоном Но величина не имеет значения Может быть, хамелеон уже чувствует каким-то образом Что в один прекрасный день это огромное насекомое Станет всего лишь приправой к обеду Повсюду в природе мы сталкиваемся с безошибочными свидетельствами Бесконечного мастерства и воображения создателя И все эти методы добычи пищи Лишь еще раз демонстрируют глубокий смысл И совершенство замысла Бога, создавшего жизнь на земле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok